Налоговый кодекс Налоговый кодекс Наконец третья инициатива, которую опору России предложила. Если мы больше платежей делаем налогами, то безусловно, поскольку там есть серьезные неналоговые платежи, такие как экологические сборы, утилизационные сборы, то безусловно и планка ответственности уголовной за налоговые преступления должна быть существенным образом увеличена. Сейчас, как вы знаете, она 4,5 миллиона рублей. И если мы таким образом то, что раньше не было налогами, делаем налогом, то самое время в пакете выйти с инициативой по тому, чтобы планка ответственности для бизнеса, она должна быть отодвинута по налоговым преступлениям гораздо выше. Когда проводится налоговое администрирование, а оно безусловно последние годы, его качество растет, соответственно, и вероятность того, что те или иные нарушения налогов, они будут найдены, и за это налогоплательщик может быть наказан. Получается, что если стало больше налогов, то вероятность того, что будет возбуждено уголовное дело, оно растет. И мы обязательно должны предпринять компенсационные меры, чтобы это было не 4,5 миллиона рублей, но, к примеру, 10 миллионов рублей. Соответственно, у налоговой остаются все рычаги в административном плане составления актов и досудебное урегулирование, и суды, и административное преследование. Но такой серьезный инструмент, как уголовное преследование за налоговые преступления уже, да, или право нарушения, оно будет отодвинуто на более серьезные суммы. И это правильно, с наш точки зрения. В Москве для микробизнеса стимулирующая налоговая нагрузка. К примеру, торговый сбор, как вы знаете, который был введен. Микропредприятий коснулся в очень щадящем режиме в виде патента. Это, кроме того, вот тот новый налоговый режим, который должен быть введен, в том числе в Москве, с 1 января следующего года, это налоговый режим для самозанятых. Он также дает огромные стимулирующие возможности для того, чтобы люди работали в Белую, особенно в Москве, платили максимум 5-4% с оборота. При этом их права были полностью защищены всем мощью, да, административной и государственной системы. Они могли встраиваться в те системы поддержки, которые есть в Москве. А только с закупки у малого бизнеса в городе Москве 250 миллиардов рублей ежегодно. Вот такой подход, который мэрия Москвы демонстрирует, это создавать растущие рынки, оказывать поддержку и вовлекать в легальное предпринимательство миллионы людей, он дает свой результат. Малый бизнес растет в Москве порядка 10% в год, и это уже не первый год. Я думаю, что динамика этого года, она будет даже больше этих заявленных цифр.